Конечно, миниатюры мне нравились всегда, они привлекали свои загадочности, можно сказать, очень тонкой работой. Два месяца Якуб Седыков работает над серией миниатюр к произведению Алишера Наваи «Вала Искандера». Миниатюра должна быть минимальна, и этим она ценна. Все должно быть как на ладони, нет перспективы как в больших картинах. Вообще любая иллюстрация книги или иллюстрация чего-то требует знания определённых. Знания, допустим, миниатюру пришло в средних веков, период тимуридов. Понимаете, надо знать, какие у них были лады, какие щиты, какие мечи, элементарно шума. Миниатюра Якуба Седыкова отличается своей сюжетной линией, а это главное в миниатюре. Из-под кисти его рук лошади и воины словно оживают, и перед нами средневековая батальная сцена. Как седло крепилось, в миниатюре это всё должно высказывать. Какие были попоны у лошадей, уздечка, допустим, стрелы, одежда, орнамент – это всё вы должны знать. Элементарно знать всё историческое, допустим, с подвохом весь историю знать, знать, какие были орнаменты – это обязательно. Восточная живопись отличалась от европейской. Ислам запрещал изображение человека. Но страсть правителей оставить след в истории брала верх над исламом. И художники запечатлевали жизнь падишахов в миниатюрах того времени. Как известно, в искусстве Востока существовали свои локальные школы. Конечно, иранская школа миниатюры и среднеазиатская школа миниатюр, вот, скажем, школа Самарканда, допустим, это, конечно, нечто отличающееся друг от друга. Но, говоря о иранской современной миниатюре и о современной узбекской миниатюрной живописи, мы можем сказать, что, конечно, отличие есть. Это отличие в силу специфики историко-политического, социально-экономического развития. Почему? Потому что у нас эта традиция в 20 веке прервалась. Сегодня миниатюры пишут в Иране, в Узбекистане и в Индии. Узбекская школа миниатюры продолжает традицию среднеазиатской школы этого вида искусства. Это представляет интерес для еще одной крупной школы миниатюры, как иранской. Наблюдая за произведениями миниатюристов Ирана и Узбекистана, не замечаешь таких больших различий, потому что и то, и другое вводят вас в мир красоты. Узбекского художника Мирадыла Якубова хорошо знают в Турции и в Иране. Он часто гость и участник на выставках и презентациях, проводимых в этих странах. Школа миниатюры, заложенная во времена Алишера Наваи, в последующем получил развитие и в Иране. Синтез быта и культуры позволил создать свою иранскую школу. И вместе с тем стоит отметить ведущее место Самаркандской, Бухарской и Ташкентской школ миниатюры. Момент общения миниатюристов – большая редкость. Работами Якуба Сидыкова заинтересовалась ЮНЕСКО. Скоро его миниатюры будут изданы отдельной книгой к произведению Алишера Наваи. Мирадыла Якубова ждут в Турции с новыми миниатюрами. Синтез быту, у нас в порядке. Умени, мы в порядке. Умени, в порядке. Умени, в порядке. Умени, в порядке. Продолжение следует...